МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, может быть, я думаю, что вы тоже, наверное, внимательно следили за этим скандалом вокруг господина Пуцы. Как вы оцениваете все происходящее, поскольку, ну, все-таки сначала казалось, что действительно господин Мичеревский там не понял юмора, и министр пытался все это превратить в шутку. Вот как вы все это оцениваете? Ну, знаете, можно только удивляться, насколько наши министры не учатся из истории или опыта, который был у их предыдущих коллег. Я думаю, господин Белевич уже нам очень красиво доказал, насколько можно лгать, где не надо лгать. А господин Пуцы считал, наверное, что он сильнее, что он мощнее, что господина Мичеревского никто слушаться не будет, но кто он такой по сравнению с министром, и хотел очень серьезное дело превратить в шутку. Ну, слава Богу, что в Латвии это не удалось. Это все-таки доказывает, что наша политическая культура не совсем на нуле. Все-таки у нас есть еще какие-то понятия о демократии и о том, о ком должен отвечать каждый из министров. И очень хорошо, что это было так доказано. Но я думаю, что этим это дело не кончится. Насколько я знаю, господин Пуцы уже не председатель партии. И я думаю, что сейчас только начнутся очень большие дела в так называемой политической кухне, потому что котел варится, министр нужен, коалиция нужна, Рижская дума говорит одно о фракции, лидер партии говорит другое. Так что я думаю, что, с одной стороны, хорошо, что министр ушел в отставку, что премьер принял. С другой стороны, очень плохо, что в латвийской политике все равно продолжаются такие действия. И нам на это только смотреть. И хорошо, что есть человек, который может открыто сказать, да, это так делается. Хотя немножко с опозданием. Но дай Бог ему здоровья, видешку дальше так работать. Да, что касается господина Мичеревского, мы еще вернемся к господину Пуца. Он, я так понимаю, продолжает череду своих разоблачений. Не знаю, сможет ли он представить доказательства. Но он бросил еще одно такое, я бы сказал, жесткое обвинение о том, что, возможно, вот в этой партии Латвия с Атой Стрибой там от спонсоров собираются деньги, потом распределяется между, я так понимаю, однопартийцами, который уже официально эти деньги зачисляет на счет в качестве пожертвований. Ну, в принципе, это такая вот бомба, если действительно удастся это доказать. Ну, я не думаю, что бомба. По-моему, это такой момент, о котором знали очень многие. Да, и говорили очень многие, но никто не говорил в открытую. Потому что у кого-то в партии неинтересно, ну, что я буду рассказывать. Конечно, да. У кого какие-то другие интересы. И знаете, например, мне было очень интересно смотреть на Рижскую Думу, когда шли на выборы. Человек, который занимался баром и был в ресторане, который селедку под шубой готовил, у которого не было денег. И понятно, что не было, было закрыто. Но его брат внес в кассу партии на выборах 5 тысяч евро. Тогда возникает вопрос, откуда? Потому что мы анализируем университеты со студентами, партийные доходы, какие кто-то вносит деньги, да. И очень часто непонятно, например, откуда 19-летние кандидаты, депутаты тоже вносят какую-то полтора тысячи, да. И теперь, ну, господин Мещеревский, можно сказать, с одной стороны, раскрыл нам глаза в открытую и сказав, что есть такое дело, что такой базар существует. И я думаю, что тут довольно много работы у КНАБа и также у соперников других партий. Ведь все данные опубликованы. И посмотреть, откуда берутся деньги. И это очень важно, потому что таким образом мы говорим о лоббизме, о том, что нам нужен закон. Но тут скрытый лоббизм происходит в самих партиях. И тогда тоже возникает вопрос, насколько это допустимо, когда скрываются от людей такие деньги. Особенно, когда партии стали получать государственные деньги и немалые, довольно большие, да. Значит, это государственные деньги ничего не означают для того, чтобы партия легализировала свое действие. Да, что касается господина Мичеревского, я понимаю, что это сейчас будут какие-то определенные спекуляции. Но, тем не менее, есть ли какие-то версии у вас, вот почему он, скажем так, со скандалом покинул партию для развития Латвии, тем более, что все-таки Мичеревский входил, ну, пока еще входит в эту правящую коалицию в Новой Рижской Думе. Он не новичок совершенно в политике. Он был депутатом и прошлой Рижской Думы, баллотировался в СЕИМ. Что же все-таки произошло? Я понимаю, что это мы точно не знаем, но хоть какие-то предположения. Знаете, самое интересное, я вчера смотрела списки депутатов, если в министр пойдет господин Павлюта, то Мичеревский попадает в сад. Вот и я об этом, да. Самое интересное, я не думаю, что тут такие заговоры, такие очень как при царе, да, что таких заговоров в Латвии не могут провести, и что он это не сделал для того, чтобы попасть в САИМ, потому что я думаю, что в Рижской Думе ему тоже неплохо, особенно учитывая сейчас, что, и это тоже интересно, что фракция ведь приняла решение, и господин Косович говорит, что он не видит причины, почему Мичеревский должен уйти из фракции в Рижской Думе, так что она остается в этой коалиции. Ну, хотелось бы верить, что господин Мичеревский просто не мог больше выдержать, не мог эти спекуляции, так сказать, на них смотреть, и поэтому вышел в открытую. Хочется в это очень верить, что это так. Но все ли так просто, это очень трудно сказать, и я думаю, что мы еще увидим некоторые нюансы, которые нам не видны, но вообще-то, в принципе, то, что он делает, если это получит дальнейшее развитие и подтверждение со стороны КНАБа и других учреждений государственных, может привести к тому, что партия Латвии с АТСПИБА уже через год не будет в списке партий, которые могут претендовать на власть Латвии. Я надеюсь, что это было до хороших побуждений, и что, в принципе, как эта партия пришла на большие деньги, и долго существовала на большие деньги, и, как мы знаем, у них никаких политических успехов не было. И вообще тогда надо вспомнить, вообще откуда идет эта партия. Это же новосозданная партия Эйна Рэпша, который вот объявил, что он вострял и вот так далее. И хорошо, очень живно, жилье смотреть по пластинным понятиям, и вдруг вот использовали ситуацию, попали в парламент, и я думаю, что просто немножко перешли ту грань, когда уже больше нельзя. Ну, можно, можно, но есть какая-то грань, когда есть люди, у которых просто сердце не выдерживает, что я на это смотреть не могу. И я вполне могу этих людей понять, что так это бывает, потому что не у всех партия является трудовой биржей и обеспечением для светлого будущего. Да, вот я думаю, что ваши студенты, наверное, тоже будут у вас спрашивать, и как у их преподавателя, и как у человека с большим жизненным политическим опытом. Господин Пуцци уже заявил, что он возвращается в Сейм, он действительно в парламент был избран, и у многих возникает, наверное, вопрос, а что, неужели так парламент не скопал, что вот если сам господин Пуцци признался, что ему стыдно, что он соврал прилюдно перед всей страной, и потом говорит, ну, я теперь возвращаюсь в Сейм. Что теперь в Сейм, все, кто оскандалился и кто наврал обществу, должен там трудоустраиваться? Знаете, вот тут возникает вопрос, сами работу никого не принимают, сами избирают избирателей. Конечно, да. И сейчас только избиратели сами могут себе задать, кого мы избрали, кому мы поверили. И тут только, поскольку нет никаких юридических данных, которые обвиняют господина Пуцци, что он совершил какие-то преступления или криминальный протест против него возбужден, да, он имеет законное право. Но тут вопрос этики и морали по отношению к депутату. И я думаю, тут очень сама партия должна сильно подумать об этом, нужно ли это делать. И, во-первых, это может господину Пуцци подсказать, как поступить сам. Ну, так теперь очень много раз упомянутый Яунупс, который в свое время сложил свой мандат депутата и ушел из парламента. Если Пуцци остается в парламенте, остается депутатом, это еще одна лопата песка на могилу партии Латвича. Да, вот если мы говорим о Рижской Думе, мы уже и упоминали о Новой Рижской Думе, как обычно это бывает, когда приходит вот новый созыв, новые депутаты, какие-то новые надежды у рижан. Я понимаю, что еще рано, может быть, оценивать, но тем не менее, вот как бы вы оценили вот эти, не знаю, первые действия, первые шаги новой рижской власти? Ну, как сказать, я эту новую власть как рижанин и как жители окраины города Риги пока не почувствовала, я только знаю то, что нам в октябре должны были начинать работы над канализацией. Насколько я знаю, сегодня 16 ноября работы до сих пор не начались, так что это один вопрос. С другой стороны, Рижская Дума начала очень, по-моему, неправильно, но так тихо это все прошло, что люди не очень-то обратили внимание на то, что было создано сразу много политических рабочих мест. Нам увеличилось количество заместителей. Советников, да. Советников выросло. И потом господин Старкес говорит, что Рижской Думе не хватает 20 миллионов на зарплаты. Ну, ликвидируйте эти места, но не доказывайте очередной раз, что партия это трудовая биржа, где мы должны своим людям давать работу и зависим от того. Ну, вы только что пришли и говорили Рига Старкес. Очень правильно сказали, очень правильно, что этим всем фальшивым директорам сейчас возбудили дела, чтобы вернули деньги за несделанную работу. Это все было хорошо, но почему сразу самим так же поступать и на те же грабли наступать? Ну, я надеюсь, что работа начнется более нормальной, хотя то, что происходит на улице Чака, доказывает, что не все до конца додумано. Мне кажется, что легче было сказать, что мы будем новые, мы будем все по-новому делать, но когда мы приходим к практическому решению вопросов, пока я не вижу никаких таких больших достижений и каких-то перемен, которые бы доказывали, да, новое правление, новый подход, новые решения, кроме того, что есть много помощников. Да, если мы говорим, а мы об этом не можем не говорить, о чрезвычайной ситуации, нет у вас такого ощущения, что правительство, которое, в принципе, весной справилось, если так можно сказать, в принципе неплохо, прислушивалось к мнению специалистов, эпидемиологов, то с наступлением осени как-то они растерялись и начали делать все неправильно, потом долго думали вообще вводить, чрезвычайную ситуацию не вводить, в итоге ввели. Есть такое, нет такого ощущения, что хаос какой-то все-таки? Знаете, мне уже упрекнули, что я представитель так называемой строгой руки, то, что мне кажется, что правительство сейчас, потому что она не сплоченная, там сейчас министр больше делает на себя такие акции и пиар, кто будет лучше, кто больше выскажется, кто кого защитит, один защитит торговца, другой защитит покупателя, третий защитит больного человека и так далее. Нет такого организма, который работает едино, как вот человек работает, его голова ему подсказывает и руки-ноги делает, да, и такое чувство, что господин Каринч не совсем может управиться руками, ногами, которые каждый хочет делать по-своему, и поэтому получаются такие ситуации, непонятные ситуации, но если есть запрет, то есть запрет, а мы начинаем делить квадратные метры, кто куда может пойти, ну вчера, ну это же вообще, ну на уровне анекдота насчет магазина Депо, да, если 9 тысяч квадратных метров, то иди покупай, делай что хочешь, да, если 10 тысяч, то уже закрывается, но это, это только доказывает то, что ищут решение, но не могут согласовать, не могут между собой договориться, и тут очень важно было бы последнее слово премьер-министра, который строго, но есть еще один вариант, мы забыли об одном лице, который имеет право созывать неочередные такие экстренные заседания кабинета министров и говорить о актуальной проблеме, которая возникла, это президент нашего государства, он почему-то высказывает, ну хорошие там слова, говорит и так далее, но я хотела бы видеть в такой ситуации, когда правительство вот так метается между эпидемиологами, между министром внутренних дел, министром здравоохранения, не могут понять, кто из них лучше, тут, я думаю, была бы пора президенту, но мы знаем, есть такая практика, президенту так делали, созвать неочередное заседание кабинета министров, выставить этот вопрос, как главный, о котором говорить, и, может быть, сказать свое строгое слово в этой ситуации, потому что сейчас, по-моему, больше всего мешает то, что не могут договориться, что делать, и запрет, вот приблизительно такой, ты не бери варенье, а я варенье оставлю на столе, ну, ребенок, конечно, возьмет, и это дискуссии, которые у нас возникают насчет масок, и насчет другого, это ненужная дискуссия в такой ситуации, где, по-моему, должны быть строгые определенные правила, которые люди должны соблюдать. Ну, вообще создается такое ощущение, что президент периодически вообще пропадает, да, вот он появляется с коротким выступлением, говорит, мы все должны слушать правительство, они все правильно делают, и потом опять тишина, неделю, другую. Ну, такое чувство есть, что президент где-то пропадает, и мы его не видим в этой экстренной ситуации, и если мы говорим о том, что дать больше власти президенту, то в данной ситуации президент не использует те возможности, и то, что ему дано уже в соответствии с Конституцией Латвии, и где он мог активно выступить, и активно сейчас участвовать в этом процессе, и такое молчание немножко непонятное даже, и, может быть, смущает уже людей, вообще, насколько президент готов к кризисной ситуации в государстве, и насколько он готов участвовать в решении этих проблем. Да, и я думаю, что даже, не знаю, психологические точки зрения, учитывая, что все-таки президент, ну, по крайней мере, в латышской части общества был достаточно популярен, все-таки, чтобы он чаще как-то обращался даже к населению, учитывая низкий уровень доверия к правительству и к Сейму, даже с точки зрения там эпидемиологической безопасности, наверное, если президент сказал, что все-таки давайте мы там, не знаю, будем маски носить, расстояние соблюдать и так далее, это бы звучало, мне кажется, более веско, чем политики что-то пытаются там невнятное нам рассказать. Да, я с этим с вами согласна, незаром президенту все-таки он считается как государственным лицом номер один, то есть это главное, что он скажет, да, и тут, конечно, у нас есть доказательства в свое время Вайра Вити Фрейберга, когда она высказывалась, то она высказывалась, все это слышали, все это видели и воспринимали, я думаю, не только латыши, воспринимали жители Латвии, то, что она говорила, поскольку ее, она вот так, она так и считала, да, на сегодняшний день такое чувство, что президент ушел где-то в Юрмальскую дачу и там, там, как сказать, уединился от людей и его это высказывание, это, конечно, моральная поддержка, но, знаете, в этой ситуации одна моральная поддержка о том, что будем жить так, как надо и будем что-то делать, просто не высказывая такое строгое представление, по-моему, проходит мимо и это, конечно, идет ущерб и популярности самого президента и насколько будут к нему прислушиваться в других ситуациях, когда, может быть, он захочет, чтобы быть строгим представителем власти, но на данный момент он отошел во вторую сферу и, в принципе, сейчас все складывается, все такие, как сказать, действия на третьи позиции власти, это премьер, он же третий, поскольку еще и парламент, и парламент тоже почему-то такой непонятный, что делает, что не делает, спорит о том, можно отдаленно, нельзя отдаленно, но мы с вами отдаленно общаемся, и как я думаю, что и радиослушатели слышат, парламент спорит об этом, надо, не надо, но зато, как вы знаете, парламент повисил зарплату президенту, повисил даже больше, чем сама канцелярия президента спрашивала, по-моему, я не знаю, и если я была бы президентом, я бы отказалась от такого шага, да, и сказала спасибо парламенту за то, что вы меня так любите, что я вам так дорог, но в этой ситуации повишение зарплаты любому человеку, который находится в государственной власти, по-моему, неэтично, и вообще не должно было бы принято, потому что люди не поймут, почему одни должны получать пособие, а другим повишать зарплату, возникает вопрос, за что? Я понимаю, повисить зарплату перевозчику или господину Домпису, да, это я понимаю, повисить зарплату тем, которые работают на скорой помощи, добавьте им еще, что из этого, что будете давать в следующем году в бюджете, дайте им еще, но за что давать людям, которые сейчас и не едут за границей, и не надо принимать делегации, и так далее, да, там наоборот надо было сокращать бюджет, но как мы видим, идет дело наоборот, и сами получатели, не протестуют против этого, они считают, что это нормально в такой кризисной ситуации, да, это тоже такой, ну, для Латвии, я не думаю, не лучший пример, как руководить государством. вот вы очень точно заметили, поскольку буквально вот час тому назад на латвийской радио один связал вас с господином Левицем и задал ему вопрос, а вот вам зарплата повышается в следующем году, как вы на это все смотрите, ну, я так понимаю, ну, насколько я слышал, он сказал, что я за системный подход, трижды его переспросили, но вот о каком системном подходе он говорит, надо будет, конечно, потом уточнять, но в любом случае не было ни слова сказано о том, что он откажется, и что вообще не делая сейчас кризис, когда люди остаются массово без работы, целая отрасль у нас не работает и вынуждены только надеяться на какое-то пособие, которое только в декабре заплатят, возможно, и сейчас повышает заработную плату президенту. Знаете, самое интересное то, что обычно говорят так, в законе так написано, что мы идем по коэффициенту по сравнению с средней зарплатой в государстве, да, ну, во-первых, мы не знаем, какое будет средняя зарплата государства к концу года, да, но есть тут один в ответ, в законе записано, но этот закон же вы пишете, если в законе так записано, или остановите закон на какое-то время его действия, или меняете закон, но не отзываетесь на закон, который вы сами приняли во благо себя, так что это такой вопрос, который, ну, я не знаю, но так решается в государстве, но тут можно опять сказать то, что меня будут упрекать, что я так говорю, но избиратели избрали этих людей и дали им возможность руководить и таким образом себя вести в политической среде. Нет такого ощущения, что вот то, что сейчас делается, это по существу льют воду, так можно сказать, на мельницу господина Гобземса, который, ну, ему сейчас меньше усилий надо будет прикладывать для того, чтобы сделать свою там новую политическую силу популярной. В данной ситуации да, я думаю, что очень многие должны были бы задуматься, но, по-моему, насколько я вижу, не думают об этом, когда он собрал столько людей у памятника Раймиса. Я сама была удивлена, сколько людей пришло, когда я спрашивала, почему, они говорят, нет, мы не за него, но мы против тех, которые сейчас и так себя ведут в политической среде. И, знаете, это не всегда голосование идет за кого-то. Очень часто в политике идет голосование против кого-то. И я думаю, господин Гобземс это хорошо почувствовал, потому что за Кайменю ведь не голосовали за его там эти пункты, которые он записал в программе. Я думаю, никто из его избирателей его программу не читал, но голосовали против тех, которых критиковал Кайменч. Поэтому он получил столько мест в парламенте. И господин Гобземс как юрист очень хорошо понимает эту ситуацию. И в данном моменте можно сказать, что отчасти и то, что происходит с партией Аты и Слиба даже посылает людей идти гобземс и поступать в его партию. Да, что касается коалиционных партий, вот с одной стороны, особенно весной это было заметно, вроде бы правительство неплохо сработало, и многие ждали, вот сейчас пойдет рейтинг вот этих правящих партий, в том числе премьерской партии, вверх, но мы этого не наблюдаем. Это очень нормально, потому что партии не работают для того, чтобы что-то создать, а партии работают, чтобы удержаться в правительстве. Мы же очень хорошо понимаем, если господин Пейнч сейчас уходит в отставку, Венула Тима в парламенте имеет 8 мест только, и на чем тогда будет популярность держаться, притом партия держится на премьер-министре, который не был ни кандидатом в депутаты, и он не может в парламент вернуться, и, как сказать, начать там свою бурную деятельность, и он не является главой партии, да, также говоря о других партиях, да, и по непонятным вообще понятиям, что представляет из себя министр внутренних дел, какой партии, потому что КПВ, ЛВС считать партией невозможно. Потом во время вокруг коалиционной партии все время скандалы. Парламентский секретарь министерства финансов одновременно его дело в суде о мошенничестве с деньгами, да, как-то так очень странно получается. По-моему, где-то во многих странах это было бы невозможно совершенно, да? Ну, не просто невозможно, это был бы нонсенс, люди бы не понимали, что вообще такое, да, и, наверное, бы пошли митинги против этого министерства, и дай бог, чтобы дверь выдержала это. Но также мы смотрим на парламентскую деятельность господин Бондарс, но это же такой же нонсенс. Он руководит финансами и бюджетной комиссии, одновременно живет на минимальную зарплату, потому что он должен свои деньги отдавать за неумелое действие в банке, да? Но это же тоже возникает вопрос, не умел банком руководить, сейчас он умеет государством руководить. Также вопрос возникает о том, что происходит в министерстве образования, там же министр никого не слышит, кроме себя, такое чувство, что там вообще может говорить кто что хочет, но из-за того, чтобы сохранить коалицию, и премьер молчит, и другие молчат, потому что, не дай бог, будем голосовать против, не дай бог, что-то не так произойдет, развалится коалиция. Такая коалиция больше приносит вреда, чем добро государству, поскольку на хорошие моменты, которые происходят, ну, есть и присмотры налогов, да, по отношению тем, кто работают, получают до зарплаты, да, там есть нормальный этот минус один процент, очень хорошо, но с другой стороны, одновременно, другие министры разрушают саму систему, а это очень ярко проявляется в образовательной системе, насчет школ даже, да, это образование компетенции, по-моему, самая некомпетентная реформа, которая была в Латвии, да, но не говоря о том, что как взять под свое крыло, под своим надзором высшие учебные заведения, первое, что надо, там вести надзор над деньгами, которые есть у высших школ, ну, тогда что, на министерство денег не хватает, ну, я знаю, что не хватает денег, но из-за этого не надо сразу смотреть на то, как забрать деньги у университетов. Да, может быть, такой последний вопрос, все-таки, вот вы уже упомянули частично об этом, нет такого ощущения, что парламент потерял такую инициативу, мы все-таки в парламентской стране живем до юра, и фактически все идеи, инициативы, даже по чрезвычайной ситуации, идут не от депутатов, а из правительства, то есть правительство диктует парламенту, и дальше работает машина для голосования, и всем уже известно, что что бы ни предложило правительство, большинство Сейма проголосует даже без каких-либо поправок. Я теоретически еще верила в то, что парламент у нас-то, как сказать, выше премьер-министр и премьер-правительство, но вчера, когда я слушала господина Бондарс, он как-то попал в телевидение вчера много, он открыто говорил, этот вопрос мы не будем рассматривать, пока правительство не даст свои предложения, извините, и тогда возникает вопрос, вы кто подчиненный Элакей, который открывает дверь для предложений правительства, которые разрабатывает и дают указания правительству, но при таком отношении, при таком, такое, ну это, не знаю, я думаю, что госпожа Мурни сейчас должна задуматься, что это за структура, которой она руководит, и такое постановление тогда уже ведет к определенному авторитаризму в таком скрытой форме, потому что, что премьер скажет, то мы будем делать, а если он не скажет, мы будем молчать, и чтобы все продолжалось как есть. Это, по-моему, самая большая угроза пониманию парламентской системы, которая сейчас существует в Латвии, и опять возникает вопрос, надо ли что-то менять, по-моему, не надо было менять, если депутаты бы не были зависимы от правящих партий, вот вопрос опять, который повернулся к господину Мечеревскому, кто дает деньги, кто платит за музыку, которая играет в Латвийском парламенте. Хороший вопрос, я думаю, что он будет возникать еще не один раз, вот тем не менее, может быть, такой последний вопрос, ваш прогноз, эта вот коалиция действительно доработает, несмотря на все пандемии и так далее, доработает до выборов семь следующих? Знаете, какое-то время назад я бы сказала да, поскольку ничто так не сплачивает как единая беда людей, в коалиции у них у всех одно, как удержаться у власти, поскольку понимая, выход из власти означает спад рейтинга, тут приближается выбор и что делать, но в данной ситуации, когда все это так разворачивается, это становится уже интересным, особенно коалиция, во-первых, партийная коалиция, а то есть либо пар, спецпартии, да, и когда, и то, что, знаете, вообще, когда они сошлись, был уже вопрос, господин Павлев в свое время обитуривал разными способами господина Пуца из министерства, он же был секретарем, госсекретарем, да, они никак не могли сойтись, потому что мне казалось так, интересно, как долго эти партии будут вот так, ну вот, как будто рука в обруку идти и продолжать эти действия, и вот Мещеревский раскрыл, что любовь очень такая, как сказать, у них своеобразная, друг обруговывает, друг друга обзывает, и это рано или поздно выходит наружу, да, и так что тут возникает вопрос не только о том, удержится ли правительство, но это начинается с того, удержатся ли те коалиции, которые входят в коалиции, да, такой двойной, двойной каламбур получается, и если тут начнется распад и начнется вопрос о дальнейшем действии атеистов, то я думаю, что правительство может и пошатнуться, и тут может появиться вопрос не то, что наступит политический кризис, у нас же есть резервный игрок, христианский союз с зелеными, которые могут заменить, могут войти в правительство, они, по-моему, уже готовы, и с ними будут проблем гораздо меньше, чем это сейчас возникает в правительстве. Профессор Егор Крейтус у нас была на прямой телефонной связи, большое спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова